Привет, Страж! Ночью вышел ТВАП. Статья на этой неделе в Банже. Я когда-то делал ночные короткие выжимки, но в этот раз коротко совсем не выйдет. Статья получилась объемной и, что самое важное, о наболевшем. Так что устраивайся поудобнее и давай читать вместе. Все мы знаем, что сейчас игра переживает не самые свои лучшие времена. Проблем море и, конечно же, все мы хотим с ними скорее распрощаться. Ждем комментариев от студии, что они предпринимают. И вот, наконец-то, разработчики открыто рассказали о том, как они собираются исправлять самые острые проблемы в игре. В этой статье коснулись двух тем. Испытание Осириса и читеры. Да, самое горячее. Однако Банже отметили, что в ближайшее время еженедельные выпуски будут затрагивать ту или иную проблему, и мы еще неоднократно услышим от них столь подробный комментарий о решающихся проблемах. Начнем с ивента испытания Осириса, о проблемах которого я делал аж два видео на канале. Мы писали об этом в группе, куча моих коллег и просто игроков знают эти проблемы, так что подробно сейчас повторяться не стану, а лучше перечислю главные пункты и то, как Банже планирует с ними разобраться. Итак, проблема номер раз. Фарм жетонов побуждает игроков обнулять карточку после каждой победы. То есть игроки далеко даже не самого низкого скилла просто фармят первые игры. Они самые легкие, так что почему бы и нет. Однако это здорово ломает экономику ивента и наносит удар по мотивации других игроков. Какое решение видит студия? В 11 сезоне за достижение 3, 5 и 7 побед игроки будут получать определенное количество жетонов испытаний, а наличие карточки на фарм жетонов, это та, что богатство, увеличит это количество. За безупречный же билет вы получите еще большее значительное количество жетонов. Это должно мотивировать игроков не сбрасывать билет, идти до самого конца и тем самым получать шанс наролить нужные предметы при сдаче коинов с большим шансом. Сработает ли такая система? Безусловно, да. Вторая проблема, которую назвали в статье, испытания не награждают игроков, которые застревают на 1-2 победах. Думаю, многим знакомо, если вы не самый частый игрок в PvP. Или если вы как раз из тех, кто пишет мне в комментариях, что он забил на испытания и не пытается даже. У студии есть для вас решение. Один еженедельный контракт. За выполнение которого игроки разблокируют одну шмотку или пушку у Сейнта-14. Полученная награда будет сопоставима с наградой за 3 победы на неделе. Допустим, если на выбранной неделе за 3 победы дается снайперка, то контракт тоже выдаст снайперку. При выполнении этого контракта игроки получат доступ к сдаче жетонов, испытаний и соответственно могут сдавать токены и увеличат свой шанс на хороший лут за Сириса. Правильно ли это? Для большинства простых игроков – да. А для тех, кто с такой болью и потом собирал сеты сейчас, может быть несправедливо. Но посмотрим, насколько вырастет популярность испытаний среди новичков после этих изменений. Еще одна проблема – награды за безупречное закрытие не сопоставимы с наградами с других эндгейм-активностей. Другими словами, разочаровывающе. Это, пожалуй, самая больная тема для тех, кто Асирисы любит и закрывает. Каково решение студии? Будет увеличен шанс получения материалов для прокачки брони. В 11 сезоне материалы для прокачки инфьюза будут падать за достижение 3, 5 и 7 побед. А в 12 сезоне может быть добавлена дополнительная карточка для фарма материалов. ПВЕ-шеры фармят мастер-налеты, а ПВП-шеры – Асирис. Окей? Окей. Главное, чтобы падало сбалансировано. Важно понимать, что эти проблемы и решения разработчики рассматривают как краткосрочные, то есть те, что появятся в игре в самое ближайшее время. В долгосрочном же будущем Банжи собираются добавить новые версии пушек – адепты за безупречные закрытия, примерно как в первой части. На данный момент эта идея выглядит в умах студии так. Так, модельки оружия будут те же, но у пушек будут другие названия и цвет. Это прямо один в один, как в первой части. В дополнение к этому, стандартный слот под модификатор пушки будет заменен на адептовый слот с особыми возможностями. Но пока что это только на бумаге. Посмотрим, как будет в итоговом варианте. Разработчики услышали игроков и приступили к внесению изменений. Все это может появиться в игре уже в самое ближайшее время. Следующая же большая тема статьи – борьба с читерами. Разработчики знают о шуточках про отсутствие античита и еще раз подчеркивают, что античит в игре есть. В доказательство приводится статистика, согласно которой до выхода сезона величия разработчики банили по 656 аккаунтов в неделю. Это в среднем. А с началом сезона и включением испытаний это количество возросло до 2133. Конечно, всех технических тонкостей античита не раскроют во избежание подсказок к их обходу, но некий внутренний скрипт по процедуре принятия решения о бане они рассказали. В игре есть система, которая банит читеров автоматически. Но разработчики признают, что есть читеры, с которыми борьба идет очень тяжко и которых проверять не так-то просто. Это АИМ-боты, ВХ, бесконечные патроны и тому подобное. Вероятно, идет речь о том, что проблема усугубляется аналогичными возможностями от экзотиков в игре, скажем, врага искатель на ханта. Тот же ВХ. Напоминает студия, что на ПК им совместно со Steam получилось практически полностью победить DDoS-атаки. Они исчезли как факт. А в будущем разработчики собираются ввести защиту против DDoS-атак и на консолях. Сейчас это осложняется тем, что атаки на консолях работают не с самой консоли, а с помощью стороннего оборудования, которое не очень просто зафиксировать. Также разработчики не хотят, чтобы от борьбы с DDoS-атаками пострадали честные игроки, которые играют на низкоскоростном или некачественном интернет-соединении. Банжи активно сотрудничают с Valve для улучшения античита и даже используют некоторые системы VAG Valve Anti-чит в Destiny 2. Но это не все. Есть и куда более конкретная информация, что Банжи собираются делать в будущем с читерами. Во-первых, увеличен штаб сотрудников, которые рассматривают жалобы на игроков и занимаются улучшением античита. Больше людей анализируют статистику и репорты игроков. В ближайшем будущем будет изменена ключевая политика. Игроки, которые играют вместе с читером, будут приравниваться к нему и получат бан. Кроме этого, передача аккаунта или буст по соединению также может стать основанием для временного или перманентного бана. Одно из главных изменений, которое на мой взгляд должно было быть на старте, это лежало на поверхности. Будут увеличены требования для доступа к испытаниям Асириса. Например, 100 с лишним наигранных часов на аккаунте. Банжи признают, что бесплатный доступ к испытаниям мог оказаться серьезной ошибкой. И потому рассматривают возможность доступа к мероприятию только для тех игроков, кто покупает сезонный пропуск и играет на аккаунте довольно долго. Что можно сказать? Я рад этому диалогу, я рад пропавшей формулировке «все будет», рад слышать конкретные детали. Жаль, пока не ясно точно по срокам, но формулирование этого как краткосрочных мер уже обнадеживает. Мы будем держать руку на пульсе, ведь в следующем выпуске на этой неделе в Банжи разработчики расскажут не менее интересные детали о сезонной модели контента и контрактах. Кроме этого, на форуме Reddit комьюнити менеджер Космос заверил, что разговор о Тесс Эверес также обязательно состоится в рамках откровений в ТВАБе. Спасибо за просмотр, счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok